Добрый вечер! В эфире программа «Диалог». И сегодняшняя тема нашего прямого эфира – страхование жизни. У нас в гостях директор филиала города Талдыкурган Акционерного общества «Дочерняя компания Народного банка» Лора Владимировна Осипова. Добрый вечер! Благодарю! В первую очередь, конечно, хочется узнать. На сегодня во всем мире говорят о страховании жизни и считают эту тему самую актуальной. Что вы скажете? Безусловно, Гульнас. Я с вами согласна с этим вопросом. Действительно, сейчас мы живем в таком миру, где действительно не знаешь, от чего мы должны быть застрахованы. Жизнь такая штука сложная. И мы к чему-то стремимся, но всегда переживаем. Будем ли завтра мы жить? Будем ли сегодня мы жить? Правильно? Но слово «страхование» – это, естественно, говорится о том, что мы под кем-то, что за нашу жизнь кто-то действительно печется. Естественно, это нужно задуматься каждому. Но для таких случаев вот есть такая компания «Халк Лайф». Почему так назвали? «Халк Лайф»? Ну, «Халк» – вы знаете, да, народ. Народ. Все должно быть от народа. Глаза, голоса. Все зависит, как народ говорит. Естественно, мы всегда, как говорится, мы рассматриваем вопросы от народа. «Халк» – это дочернее предприятие от народного банка. То есть, естественно, наша голова – это народный банк, сам народный банк, где имеем 100% акции от народного банка. Мы – дочка. Мы всего лишь дочка от народного банка. И это говорит о том, что отчисление людей за страхование гарантировано? Конечно, безусловно, заключается договор. Конкретно всех интересует, конечно, вопрос, насколько это честно, во-первых. Во-вторых, есть у людей сомнения, сможет ли он при каких-то травмах получить то, что он каждый день откладывал, или каждый месяц, к примеру. Какие у вас есть случаи? Случаев, конечно, много у нас. Но если вы позволите, Гульнас, можно я в связи с выступлением позволите представить. Дело в том, что с 1 ноября 2018 года объединились две мощные компании – «Коском Лайф» и «Халэк Лайф». Но бренд, мы как бы продолжаем «Халэк Лайфа», поэтому, как бы нам не хотелось, мы идем от дочки народного, то есть мы дочка народного банка. И поэтому «Коскома» сейчас не существует, и существует «Халэк Лайф». Чтобы люди, клиенты наши, они знали, что «Коскома» нету не в том плане, что исчезли какие-то деньги, инвестиции и так далее. «Халэк» сейчас полностью несет ответственность «Халэк», поэтому сейчас две мощные компании объединились, еще мощнее стали, и действительно массив тяжелый. Но, вы знаете, хочу вас обрадовать, что по Казахстану, именно по Казахстану, по всем рейтингам акций, показателей резервов, по страховым выпланов у нас нет проблем. Мы везде на первом месте. Хочу напомнить нашим телезрителям, диалог в прямом эфире, и вы можете позвонить по телефону, который у вас сейчас на экране, и задать вопрос по страхованию жизни нашему гостю Лоре Владимировне Осиповой. Наши телезрители постоянно нам звонят, спрашивают, вот именно много у них вопросов по страхованию, поэтому хочу напомнить, звоните, задавайте свои вопросы. Чтобы застраховать свою жизнь, что я должна сделать в первую очередь? Чтобы застраховать вашу жизнь, вы уже можете с 18 лет до 65 лет. Ваше страхование жизни людей у нас называется «обязательное страхование жизни людей». То есть ваш работодатель и должен, то есть должен по закону и обязан застраховать вашу жизнь. Например, вы сейчас находитесь в прекрасном компании, телекомпании ЖТСУ. Вы же не знаете, как ваше руководство, они, можно сказать, не следят, куда вы едете, чем вы занимаетесь. Но на протяжении рабочего дня ваши работники, работодатель, он страхует вашу жизнь лично. И куда бы вы ни поехали, ваша жизнь застрахована. В случае фосмажора, я буду говорить, в случае фосмажора, инвалидности и фосмажора, наша компания будет выплачивать 100%. Все ли компании, все ли предприятия и фабрики нашей Алматинской области застраховали своих работников? Вы знаете, вот я с гордостью горжусь, что я нахожусь в Халык-Лайфе. Потому что народ, он действительно правильно выбирает компанию. Потому что очень важно всегда выбирать компанию, где лоббирует банк, кто за ним стоит. И вообще, я считаю, что это как говорят в быту, смотришь на соседа, естественно, ты хочешь подружиться. Смотришь его бытие, каков он, добр, хороший, ты будешь дружить, правильно? Естественно, ты смотришь, что такое Халык-Лайф, сколько у него денег, уставной капитал, собственный капитал. Может ли он понести все клиенты фосмажорной ситуации? Поэтому сейчас я хочу вам сказать, что те клиенты, которые находятся по Алматинской области и по городу Талдыкурган, практически 90% являются нашими клиентами. И я хочу сейчас этим клиентам сказать огромное спасибо вам за доверие. Ну, если вот все предприятия, к примеру, заключили договор с вами, но, однако, есть там вопросы, как вы уже сами говорили, застраховать могут с 6, с 9 утра до 6 вечера только. А, к примеру, у нас ненормированный рабочий день. Как быть, если после 6 часов случился у человека травма, она не считается производственной? Почему? Считается, безусловно, считается. Дело в том, что ОСНС, это страхование жизни людей, она, договоры имеют несколько видов. Договор имеет обязательно общий, договор есть индивидуальный. То есть, например, ваша же суть или компания, она застраховала полностью вашу компанию. Да, с 9 до 6 это рабочий момент, где ваша жизнь застрахована. Но есть люди, которые работают у вас во второй смене, там, например, с 6 до часу ночью. Это называется добровольное страхование. Естественно, там предусмотрены статьи, пункты, где действительно их жизнь тоже застрахована. В таких случаях мы должны делать отчисления добровольно, открыть свой счет, так ли? Это называется добровольное. Да, ОСНС, обязательное страхование общее, это отчисление обязательно делает работодатель. То есть, не вы, работодатель. Он отвечает за вашу жизнь, и работодатель, он оплачивает халык лайфу за вас, за вашу жизнь, денежные средства. А индивидуальное, это уже человек сам хочет страховать свою жизнь, естественно, он заинтересован, он сам будет открывать индивидуальный договор с рассмотрением работодателя. В каких случаях страховая компания выплачивает человеку страховые выплаты? Хороший вопрос. Действительно, многие звонят, говорят, вот у нас произошел случай, палец отрезал, ножку поранил. Конечно, в такие случаи мы не рассматриваем. Мы рассматриваем по закону, поставленными нами Республикой Казахстан, мы выплачиваем только первым-вторым группам инвалидности. Да, если уже поставили диагноз первой-второй инвалидности группы, или в случае фосмажора, то есть смерть. Такие случаи были, что вам, например, приходится как-то вот обращаться в суд? Очень часто. Очень часто я бываю действительно на судах, и это, например, самые такие, действительно, будем говорить, компании Татэк. Вы сами знаете, да, связанные с электричеством. Очень опасная зона, и действительно, есть люди, которые пострадали, потеряли руки, и потеряли люди, своих людей. И мы выплачиваем им пожизненно. То есть, если нету человека, мы наследникам, детям, жене выплачиваем пожизненную пенсию. А если есть инвалидность, то тоже выплачиваем им пенсию пожизненно. Пожизненно. Может ли страховая компания отказать в заключении договора? Конечно, может. Со страхователем? Может. В каких случаях? Если они вовремя не выплачивают. Например, ваша телекомпания, опять же, возьмем, далеко не будем, заключили договор, и в течение, например, двух-трех месяцев не выплатили свои долги перед нами. Ну, естественно, договор расторгается. Только в таких случаях? Только в таких случаях. А других не было пока? Да нет, у нас, к сожалению, у нас, я же говорю, мы на рынке показали положительные ресурсы, и мы действительно не видели с нашей стороны негатива. У нас все как бы по закону, мы правильно работаем. Давайте поговорим об истории страхования. Когда это появилось? Почему люди начали думать о завтрашнем дне? Это вот что подтолкнуло их? Ну, я думаю, знаете, история, это вообще идет с Древнего Рима. Это в пятом веке, когда военные уже собирали в то время госпошлины. И какой-то котел, как можно сказать, котел, казан какой-то, где они собирали и свои зародные платы, и свои госпошлины. И когда вот, опять же, происходили фосмажорные ситуации, они, кстати, выплачивали тоже на смерть погребельные и помощь, как матпомощь. И вот с того времени появилась? Да, с Древнего Рима. А когда у нас появился вот Халк Лайф? Дочерняя компания Народного банка, от Народного банка, оно основано было в ноябре 2005 года. То есть лицензию мы получили в 2005 году. Достаточно недолго существует компания? Ну да, на рынке, в принципе, они все, существуют страховые компании, они с 2005 года. Но я просто хочу сделать акцент. Сейчас на рынке очень много компаний. Много. И действительно, каждый считает, что он лучший. Но в данный момент я считаю, что наш Халк Лайф, он ни с кем не сравнимый. У него мощный банк, у него большие акции, у него большие дивиденды, где от этого, естественно, от всего мы выиграем тем, что мы богатые. Поэтому к вам и обращаются. И в случае выплаты нашим клиентам у нас нет проблемы. Мы не доходим до суда. Наши клиенты никогда не доходят до суда. Мы вовремя выплачиваем свои дивиденды или выплаты. Но, однако, многие обращаются, говоря, что сложно получить страховую выплату от компании. При таких случаях, когда именно инвалид первой группы, второй группы, доказать, что имеет человек получать свою страховую долю, очень сложно. Почему? Я с вами тоже здесь согласна. Очень такой обширный вопрос. Дело в том, что когда человек, если получил инвалидность первой, второй группы во время рабочего дня, здесь нужно первое узнать, вовремя ли работодатель обратился к нашей компании и сообщил о том, что у нас произошел страховой случай. Возможно, эта компания вообще не страховала. Понимаете? Они вообще, страхование должно быть в течение года. И оно должно быть обязательное. Возможно, почему есть клиенты, которые не могут получить за первые, вторые группы свои денежные средства. Скорее всего, их компания не страховала. К сожалению, да, есть такие фосмажоры. Есть такие, бывают. И, к сожалению, это может быть еще произойти после рабочего дня. И еще работодатель вовремя не обратился в компанию. То есть он нам не сообщил, что произошел страховой случай. Там все должно быть быстро. Ну, обычно, что меня все время волнует, обычно все производственные травмы и так далее же происходят после. После шести, к примеру. Поскольку часто сталкивались, снимали сюжеты, мы знаем, общались с пострадавшими людьми. И часто бывает после шести. Вот в таких случаях я предлагаю и рекомендую, чтобы, если, например, вы относитесь к какому-то классу риску, естественно, вот как Татэк, да, СПМК, Тимир Бетон, они действительно к такому риску относятся. Медицина, кстати, вот сейчас медицина, да, вы знаете, что очень много случаев, когда дорогие наши врачи пытаются спасти в каком-то городе, летят и самолет, ну, сами понимаете, самолет упал. И в таких случаях действительно не застрахован человек в этот момент. Очень тяжело утрата для родных. Вот работодателю здесь важно заключить добровольный договор. Это добровольно называется. Чтобы они индивидуально рассмотрели пункт о том, что, пожалуйста, вот у нас есть такие определенные люди, которые после шести, именно после шести у них рабочий день начинается, пожалуйста, не могли бы добавить пункт о том, чтобы они были застрахованы. И мы идем на уступки. Были ли случаи, когда вы какое-нибудь предприятие или там организацию принуждали? Принуждали? Вы знаете, мы не имеем права принуждать. Но если человек, в смысле руководство знает, что относятся к группу риска его подчиненные, но однако не заключает договор и не страхует... Есть слово принуждение, это значит заставить, правильно? А есть слово, когда мы приходим руководителю и объясняем, это важно. Вы относитесь к классу риску, очень важно. И важно, чтобы вы не будете отвечать за этих людей, мы будем, компания, отвечать за этих людей. И очень важно, чтобы вы застраховали. То есть мы подсказываем, но ни в коем случае не принуждаем. Вот с 2005 года, вот со дня основания вашей компании, сколько, если там в среднем сказать, какую сумму вы выплатили населению? Как наследникам? Вы знаете, я сейчас не могу сказать конкретно, сколько мы выплатили, но я просто скажу, если для клиента очень важно, если он финансовым положением все считает, я хочу просто сказать, что мы в Казахстане первое место занимаем по размеру активов. Первое место мы занимаем по страховым резервам, первое место мы занимаем по страховым премиям и первое место по страховым выплатам. То есть из этого всего, я думаю, можно уже сказать о том, что у нас нет фосмажоров, проблем нет выплаты. Сегодня страхованием жизни вашей компании сколько человек занимается? И насколько это трудно, поскольку есть бумажная волокита, каждую бумагу, каждую справку, наверное, нужно собирать? Или у вас по-другому? Сейчас у нас более упрощенно. Раньше было, собирали количество людей, каждую зарплату считали. Конечно, если большая компания, около двух тысяч, у меня есть, например, несколько компаний, которые имеют две с половиной тысячи людей. И вы знаете, очень тяжело бухгалтерам считать каждую месячную количество людей, класса риска. И люди, они, можно сказать, месяц готовятся. Сейчас, слава богу, упростили эту ситуацию. И нам просто нужно свидетельство о регистрации компании, удострении личности руководителя, и количество людей, и годовой фонд заработной платой. И мы, а, и БИН. И БИН, где мы забиваем, и у нас через БИН мы уже видим, к какому классу риска он относится. Это компания. Какие-нибудь новаторства или новизна какая-нибудь каждый год вносится в закон о страховании? Или вот с 2005-го один закон? Нет. К сожалению, мы постоянно бежим. Законы постоянно меняются. Вы знаете, вот поставили постановлением закона ИРК одну статью, один закон. И, слава богу, оно улучшивается к людям. Усиливаются какие-то прогрессы, усиливаются и какие-то новшества. Оно к лучшему. Естественно, постоянно меняется законы. Месяцами. Оно может и сегодня поменяться ночью. Мы всегда как бы... К примеру, какие это? К примеру, вот даже вот то, что меньше волокитной бумаги. И во время выплаты тоже сейчас нет таких тоже долгосрочных дней о том, что вот туда идите, вот там ждите, столько ждите. Нет. Сейчас уже работодатель, он сообщает нам, мы быстро отправляем все документы в головной. И это в течение месяца уже начинает клиент получать. Ну, естественно, это через суд. Все фосмажорные ситуации только через суд. Потому что суд, он присуждает, действительно ли он получил инвалидность, действительно ли у него травма. И через суд мы выплачиваем. Есть ли какие-нибудь профессии, которые относятся вот к такой категории, которых надо обязательно застраховать? Таковых профессий я скажу, что все. Все. Все, достигшие с 18 лет. Вот я опять же вернусь, никто в этой жизни не застрахован. Мы не знаем, вот сейчас вышли, какова наша судьба. И я знаю точно, что если вы с 18 лет застраховали свою жизнь, даже если сейчас вам не 18 лет, то вы точно будете спокойны. Потому что ваши наследники, ваши дети, ваши родные будут получать ваши дивиденды. Это я вам говорю в случае фосмажора. Наряду с этим у вас в Халк Лайфе еще есть накопительное страхование. Да, это опять же индивидуальное. Вот смотрите, сейчас, слава богу, прогресс на рынке Казахстана. Я думаю, что у всех есть кредиты, у всех есть депозиты. И слава богу, говорят, люди плачут, денег нет. Но я считаю, вот если смотреть по домам и по квартирам и по машинам, у каждого 2-3 машины, люди хорошо живут. Это слава богу, что люди хорошо живут. Из этого, судя из этого, я считаю, что нужно страховать. Страховать о том, чтобы позаботиться о завтрашнем дне. То есть, если человек один живет, конечно, он эгоист. Зачем ему заботиться? Да умру и не нужно никому. А если человек живет и переживает, что у него остаются дети, остаются наследники, естественно, он будет страховать свою жизнь. В таких случаях добровольное страхование? Добровольное, это индивидуальное. То есть, это вы сами. Накопительное. А накопительное, да. Например, человек отчисляет каждый месяц, собирает себе деньги. Он заключает договор. И, естественно, я думаю, что каждый может собрать, ежемесячно собирать по 2,5 тысячи тенге. То есть, человек, достигший 18 лет, он открывает договор, накопительный договор о том, что он, например, хочет накопить за свою жизнь определенную сумму. Например, я вот застраховала свою жизнь на миллион. И в течение 10 лет, все, слава богу, у меня, в течение 2 лет, ой, 20 лет, все, слава богу. И, например, я заключила на 10 лет. Через 10 лет я забираю свои дивиденды. То есть, накопленный миллион и плюс то, что мне Халык Лайф подарил. В итоге где-то более 2 миллионов я получаю. Ну, а если по дороге случилось непоправимое что-нибудь, ну, травма какая-нибудь, инвалидность? Здесь, опять же, через суд рассматривают степень инвалидности. И если инвалидность действительно, она уже предусмотрена, они выплачивают обязательно. Это вместе с той, которую выплачивает компания, в смысле, где работает этот человек, предприятие или там организация дополнительно, этот человек будет получать свои накопления. Конечно, он же копит же страхование жизни людей. Вот если даже он захочет расторгнуть договор, он может расторгнуть договор и забрать те деньги, которые он на протяжении лет собирал. То есть, собирал. То есть, вернее, это копил. Да. Он просто заберет свои деньги и все. Еще какие-нибудь ожидается новшества в этом страховании? Может быть, какая-нибудь модернизация, усовершенствование этой системы ожидается? Сегодня, может быть, вы с чем-то столкнулись? Знаете, сейчас многие задают вопрос, а как же действительно жить? Вот первый вопрос. Я говорю, как? Живем? Будем жить? Надо просто человеку, наверное, научиться радоваться тем, что мы сейчас имеем. Пусть это будет крошечный кусок хлеба, но его с благодарностью принять и сказать, Спасибо, Господи, что я сейчас могу этот кусок хлеб съесть, потому что есть люди, которые уже этого не могут поесть. Поэтому, когда ты научишься быть благодарным, маленьким, тогда Господь больше воздаст. Поэтому я желаю, чтобы действительно нашество оно всегда будет. Мы не останавливаемся. Вот согласитесь, посмотрим 10 лет тому назад, какова наша жизнь была. Вот пустыня, действительно. А сейчас какой просвет. Даже приятно на Талдыкурган смотреть, на Алматинской области. Спасибо, действительно, нашему Акиму области. Дай Бог ему здоровья. И дай Бог, чтобы действительно от этого всего наша жизнь продлевалась. От радости, что вокруг всех счастливые, от радости того, что жизнь продолжается, что все имеют работы, что все мы одеты, сытые. И от этого пусть действительно наша жизнь будет застрахована. Ну, естественно, я думаю, что каждый клиент должен понимать, что страхование очень важно. Он должен выбрать правильно компанию, где лоббирует банк, где действительно мощная компания. Это клиент должен сам все просмотреть, все позиции. Но, однако, в более таких странах, развитых, на страхование обращают очень такое, считают, что это главное в жизни. Однако в наших странах, в Казахстане, не так актуально, мне кажется. Или как? Вы знаете, я думаю, что в Европе, вот вы не заметили, в Европе наши старики, ну, я имею в виду старики возраста, которые вышли уже после пенсионного возраста, они отдыхают, они ездят по миру, они действительно радуются. Почему? Потому что в свое время они застраховали свою жизнь. Они копили, они копили каждую копейку, а сейчас они живут, они действительно живут, потому что накопительное страхование – это такой же депозит. Депозит – то, что вы инвестируете, и в свое время вы получите. Спасибо вам, Лора Владимировна, за такую содержательную беседу. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. К сожалению, я не могу, уже время заканчивается. Дорогие телезрители, встретимся через неделю ровно же в это время, в 19.00. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok